друзья мои всем огромнейший привет у меня сегодня пюрешечка и жареная курочка сливочно сметанном сметанном соусе это очень вкусно и надеюсь на это да это вкусно помидорка и кусочек хлеба всем приятного аппетита да и как у вас дела как настроение кстати такое а я еще не ела не готовила тут лука целая головка тела кило 300 этих бедрышек у меня сковородочки жарилась томилась парилась и целая головка лука сметаны полпачки друзья мои она сметана сметанно-сливочно ну короче вы поняли очень горячая просто обалденно не просто божественно это просто богоподобно понимаете мне задавали много очень много вопросов всем друзья большое спасибо я буду отвечать на них постараюсь ответить на все вопросы но постараюсь вопрос задали на дзоне куда бы я потратила а чтобы я подожди если бы я нашла 10 миллионов рублей куда бы я их потратил на что мы там уже один хмырь написал типа пошла бы светофор набрала пельмени блять и жрала бы их годами ну да тоже как вариант в принципе почему нет но вообще я бы в первую очередь купила квартиру может быть сделала бы там ремонт если надо было может быть и с ремонтом на купила машину и купила бы купила бы то здесь в ухте квартиру папе чтобы он приехал в ухту и жил рядышком да ну а на остальные деньги жила бы положила бы не сколько там денег насти на счет который бы она смогла снять по истечению своего учения учебы своей вот ну и конечно же в светофоре бы купила применей и жрала бы их и была бы рада что мне фортанула а почему не да насчет отношений со свекровью меня еще спасили но у меня на данный момент свекрови нету у меня была один раз свекровь это мать у настиного отца который умер уже давненько у нас не были на тот момент не очень отношения сказала мы жили у него с ней с раз его родителями а лишний раз двухкомнатная у них была квартира лишний раз из комнаты старалась не выходить отношения были натянута я и не нравилось а сейчас когда насти уже выросла до вроде не знаю помидор пластиковый сейчас вроде ничего более-менее но мы сейчас общаемся очень редко настя ходил бабушки ну к ней в гости я нет ну мы можем созвониться там потрещать поговорить хотя бы что я просто офигенно а так вообще на кухне на кухне должна быть одна хозяйка 1 2 хозяйки на кухне вещь несовместимая вообще несовместимая у одной одни законы порядки на у другой другие законы порядки когда я вот что помню что не задавали я вот сейчас вот отвечаю что помню надо вот еще вспомнить вопросики про инку судакова просили про ее поведение в каменске и сейчас в турции ребята я ее практически не смотрю честно очень 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 редко раз в две недели могу зайти там мукбанг посмотреть влоги вообще по идее влоги я не люблю смотреть влоги не очень мне не нравится влоги я пусть по мукбангам мне нравится смотреть диму масленникова который снимает развлекательный контент мукбанги вот да на кого я подписана смотрю обязательно смотрю потому что мукбангами смотреть мне нравится влоги очень редко что сказать ее поведение я не знаю ее поведение когда она была в каменске я ее смотрела не было прикольно смотреть растопырки с магазина ну как когда она была в каменске мне кажется было намного интереснее друзья мои очень намного интереснее чем вот как сейчас да не знаю это мое мнение человек живет так и хочет жить ему так нравится жить почему у него полно хватает людей сейчас кто блогеры уже начинает это в углу свою карьеру да у нее хватает хейтеров кто ее обсуждает постоянно полно просто таких может быть надо было без хлеба есть что-то еще задавали вопрос напомню чтобы я поменяла бы если бы вернулась в прошлое чтобы я изменил в своей жизни я бы изменила все я бы не если бы я вернулась в прошлое я бы сейчас уже не не было не заболела бы на были бы здоровые почки насчет насти где-то рыбы даже разговор не для этого я не меняла бы возможно я бы здесь я бы здесь не жила бы в этом городе я бы не сидела в тюрьме также здесь интернет весь youtube уже об этом гудит а потому что один чумырь вроде мужик да а вроде нет роется в грязном белье в разносит все это весь ссор наружу думает это прикольно он думает что от меня люди отвернуться ладно пускай отворачиваются что я разносит всем ссылки какие-то кидают создает кучу аккаунтов мне обмывают кости потом пишут спрашивают чу правда это правда да это правда я сидела в тюрьме год за убийство сожителя которого ждала два года зона друзья мои он вышел он вышел и на третий день меня избил так что у меня нога почернела лица не было видно но было черное просто все тело было просто жестко избил пинал меня хуже чем мужика при ребенке избивал неоднократно настя на тот момент было четыре года угрожал мне что настю привяжут к снук меня привяжут к стулу а ребенка моего будут насиловать а я буду на это смотреть вот такая была фигня душил меня при ней пытался убить маме моей говорил что она меня найдет на кладбище потом в тот день я пришла домой и начал меня избивать мухой просто жестко избивать и душить на кухне я схватила нож и воткнула ему из подключичку пробила подключичную артерию и все 20 секунд его не стало приехали менты меня забрали потом отпустили дали 4 месяца ареста домашнего в мае 11 года меня посадили дали четыре года ниже низшего потому что было много смягчающих обстоятельств то что это была самооборона не доказали адвокат у меня был чимошный какой-то баптист блять мерзопакостный у меня папа ему платил деньги как за адвоката да чтобы у меня вытащил оттуда а он уезжал в турцию и высылал мне сидя я сидела в тюрьме он не высылал свои фотографии как он отдыхает это блять нормально я лучше расскажу чтобы вот не было такого что вам вот такие какие-то вонючие ссылки будут кидать петух из украины петушатник вот этот вот подшканарных подшканарный клоп я так его называю ну и вот я даже не знаю мне вот это не стыдно да я спасала свою жизнь я сейчас расскажу вам да меня с нашего душу бутова с тюрьмы с тюрьмы отправили в кострому где сидят первоходы у меня тогда уже тогда уже на тот момент была офигенная гипертония у меня давление было больше 200 у меня уже на тот момент почкам приходил каюк по идее я могла взять справку в больнице что почки уже умирают возможно я меня вообще никто туда не посадил по состоянию здоровья я сейчас скажу провела полгода на этой зоне в санчасти лежала потому что мне постоянно было высоченное давление постоянно потом меня короче оттуда выписали и как тоже отряд называется забыл уже в отряд определили и через какое-то время пришел этап теперь теперь на больничку ехать я благодарна богу что он пришел именно в тот момент потому что именно в перми меня отказали почки у меня там спас спас меня там спас начальник этой больнички на зоне на больничке он меня спас он вызывал скорую он ехал со мной туда мне там проводили гемодиализ ну короче я там провалялась реанимации три дня у меня состояние было вообще никак уж на имя просто вытащили с того света подали документы в суд даже ну там обычно с такими больными как я рассматривают 10 дней там блин буквально за четыре дня рассмотрели дело и меня просто я уже не помню как называется освобождают по состоянию здоровья все благодаря вот этому врачу он меня оттуда с этой больнички с реанимации забирал коляски но я вообще ходить не могу у меня не за нижайший гемоглобин там что-то 40 что ли гемоглобин у меня вообще было состояние постоянно с носа кровь лилась постоянно рвота я не принимала еду вообще и вот приехала сюда ну короче я ровно год там провела в местах не столь отдаленных так скажем да вот вам моя история мой скелет который вытащила вытащила одна личность на ю тубе и разнесла это этому чморю из украины я не буду называть ни имен ни фамилий вот так мои хорошие вот это моя история лучше это вы услышите от меня да чему так вот по каналам хотите собирать сплетни ну все и так уже распизделась на спасибо что побыли со мной спасибо что смотрите меня и кстати от этого всего человечность я не потеряла так вам скажу подписывайтесь на канал кто еще не подписан ставьте дизлайки хейтите можете обосрать наверное уже прошел слог срок давности да уже прошло 10 лет уже больше почти 11 всем спасибо всем пока